В рамках пятого этапа обмена освобождены 12 заложников и 30 палестинских заключенных. Израиль готов продлить перемирие еще на пять дней на тех же условиях. Страны Евросоюза увеличат расходы на подготовку украинских солдат для борьбы с Россией в четыре раза. Сотни палестинцев вышли на улицы Рамалаха, чтобы поприветствовать 30 заключенных, освобожденных Израилем в ходе пятого по счету обмена на заложников, находящихся в плену Хамас. Это стало возможным благодаря продлению перемирия между воюющими сторонами до утра четверга. Военное крыло Хамас бригады Аль-Касам опубликовало во вторник видеопередачи в Рафахе очередных 12 заложников Красному Кресту. Среди них 10 израильтянок, в основном пожилых, и двое граждан Таиланда. Уже на израильской территории, в Сдероте, их встречала ликующая толпа. Хамас и другие боевики по-прежнему удерживают около 160 заложников из 240, захваченных 7 октября. Представитель израильского правительства заявил, что продление перемирия еще на пять дней возможно на тех же условиях обмена израильских заложников на палестинских заключенных из расчета 1 к 3. Между тем, арабские СМИ сообщают, что между сторонами уже достигнута договоренность о двухдневном продлении режима прекращения огня. Во время перерыва в боевых действиях Всемирная продовольственная программа ООН доставляет продукты питания более чем 120 тысячам жителей Газы. Однако она вновь заявила, что этих поставок крайне недостаточно для решения проблемы голода. Несмотря на готовность продлить перемирие, которое должно закончиться после еще одного обмена заложников на заключенных, в среду вечером премьер-министр Бенимин Нетаняху заявляет, что после этого война возобновится с полной силой. Страны Евросоюза увеличат расходы на подготовку украинских солдат для борьбы с Россией в четыре раза. На обучение планируется потратить 200 миллионов евро. К настоящему моменту для службы на передовой обучено 34 тысячи украинских солдат. Таким образом Евросоюз стал крупнейшим организатором подготовки украинских военных. Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулевой подчеркнул, что с наступлением зимы Украина нуждается в еще большей поддержке Евросоюза. Жители прифронтовых районов Украины готовятся к российским ударам и обустраивают подземные пункты сбора, которые позволят им обеспечить доступ к предметам первой необходимости, таким как вода, тепло и электричество. В одном из подвалов города Гуляй-Поле жители могут бесплатно получить еду, постирать вещи, принять душ или просто отдохнуть и посмотреть фильм в отапливаемом помещении. Тем временем жена начальника военной разведки Украины была отравлена и сейчас проходит курс лечения в больнице. Муж Марины Будановой, Кирилл Буданов, возглавляет украинскую военную разведку ГУР, которая принимает активное участие в тайных операциях против российских войск с момента вторжения в Украину в 2022 году. Решать проблему у ее истоков, а не просто реагировать на нее. Такова цель Глобального альянса против торговли мигрантами, контуры которого попыталась обозначить глава Еврокомиссии на конференции в Брюсселе. Урсула фон дер Ляйен, которая в сентябре побывала на Лампидузе, уверена, что экстренные меры важны, но этого недостаточно. Урсула фон дер Ляйен, урсула фон дер Ляйен и урсулах. Конференция состоялась через несколько дней после того, как военная хунта, захватившая власть в Нигере, отменила принятый при поддержке ЕС закон о криминализации нелегального ввоза мигрантов. Новый руководитель страны, генерал Чани, утверждает, что закон не учитывал интересы Нигера и его граждан. Папа Римский Франциск отменил свою поездку в Дубай на климатический саммит КОП-28. Он должен был посетить Объединенные Арабские Эмираты с 1 по 3 декабря, чтобы выступить на саммите и встретиться с мировыми лидерами, а затем открыть первый на конференции ООН павильон веры. Франциск, который открыто выступает за борьбу с изменением климата, должен был стать первым понтификом, посетившим глобальный климатический саммит. Папа лечится от простуды, но, несмотря на улучшение общей клинической картины, врачи рекомендовали 86-летнему Франциску отказаться от поездки. Все 41 человек вызволены спасателями из обрушившегося тоннеля на севере Индии, сообщают местные СМИ. Каждого строительного рабочего вытаскивали по отдельности через узкий проход на колесных носилках. В спасательной операции задействовали шахтеров, которые вручную пробирались сквозь гравий и горную породу. Группа попала в ловушку 12 ноября, когда из-за оползня часть строящегося туннеля обрушилась примерно в 200 метрах от выхода. Оползни и землетрясения – не редкость для штата Утаракханд. Суд Европейского Союза постановил, что любое государственное учреждение может запретить своим сотрудникам носить атрибуты, выражающие религиозные или философские взгляды, даже если они не контактируют с гражданами. Решение вынесено по делу касающемуся запрета на ношение исламского головного платка в Бельгии. Решение вынесено по делу. При этом отмечается, что ограничения должны быть подчинены строгой необходимости. Европейский суд уже несколько раз выносил решение по делам о запрете исламских головных платков частными работодателями. Но это первое решение, касающееся государственной службы. Сильный снегопад обрушился на Огайо и соседние северные штаты. Управление прогнозов погоды Национальной метеорологической службы США объявило о надвигающемся зимнем шторме. Причиной сильных снегопадов в районе Великих озер на границе с Канадой стал погодный феномен, получивший название «снежный эффект озера». Такое явление можно наблюдать зимой, когда холодный воздух, перемещаясь над теплой водой озера, насыщается водяным паром и прогревается снизу. Это приводит к развитию конвективных облаков и обильному снегопаду. Крупнейший в истории Гонконга судебный процесс по делу о нацбезопасности приступил к заключительным прениям сторон. На скамне подсудимых 47 оппозиционных активистов. Все они обвиняются в заговоре с целью подрыва государственной власти. Это связано с их поддержкой неофициальных праймерис в 2020 году, чтобы составить короткий список кандидатов от оппозиционного лагеря в законодательный орган города. Им грозят пожизненные сроки в соответствии с масштабным законом о нацбезопасности, принятом в отношении Гонконга Пекином после массовых протестов. Президента, готовящийся к проведению в Дубае конференции КОП-28, Султана Аль-Джабера подозревает в том, что Объединенные Арабские Эмираты планируют использовать климатическую конференцию для заключения сделок в интересах своих нефтегазовых компаний. Султан занимает пост председателя правления государственного нефтяного гиганта АОЭ АОЭ «Однок». Согласно обнародованным материалам, его команда готовилась к встречам по меньшей мере с 27 иностранными представительствами для продвижения своих интересов. В документах содержатся предложения по тезисам. В одном из них, адресованных Китаю, говорится, что «Однок» готова к совместной оценке перспектив международных поставок СПГ в Мозамби, Канаду и Австралию. Одна из видных фигур КОП-28, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, выразила обеспокоенность по поводу частных сделок в кулуарах конференции. Глава ООН Антонио Гутерреш подчеркнул чрезвычайную важность и недопустимость срыва конференции по климату. Команда КОП Дубая отвергла любые намеки на конфликт интересов и заявила, что султан Аль-Джабер сосредоточен исключительно на работе КОП и достижении масштабных и преобразующих результатов в области климата. 4 евро вместо 2 евро 10 центов. Власти парижского региона объявили о почти двукратном повышении стоимости билетов на метро в период Олимпийских игр. По словам главы Иль-де-Франс Валерий Пекрас, проездные для местных не подорожают. А л'occasion des Jeux олимпийских и паралимпий, Иль-де-Франс Мобилитет va augmenter considérablement son offre de транспорт. Il н'est pas question que les frанciliennes и франciliens payent ce coût. Как ожидается, более 10 миллионов туристов посетят столицу Франции во время летних игр. Согласно парламентскому отчету, регион может заработать на этом от 5 до 10 миллиардов евро. Редактор субтитров А.Семкин